Сегодня Румацкий ТБ Запорижья находится в кабинете главного врача Запорожской областной клинической больницы Игоря Васильевича Шишки. Ему 43 года, эту должность он занимает уже второй раз. Первый раз вы стали главврачом в 2007 году, проработали до 2012, потом занимались наукой, я так понимаю. Еще был заместителем губернатора. Заместителем губернатора, и второй раз вы заняли эту должность в 2014 году. В октябре, да. Да, вот в связи с этим вопрос. Тогда, в 2014 году губернатором был Валерий Баранов, и тогда начались события вокруг областной больницы. Вопрос о вашем назначении несколько раз был озвучен губернатором, он сказал, что он категорически против вашего назначения, кто угодно, только не шишка. Потом, в канун выборов, вас назначили исполняющим обязанности. А потом, где-то через месяц, это было в октябре, вас уже областной совет голосованием утвердил в этой должности. Как вы думаете, нынешний областной совет смог бы вас утвердить или нет? Я не вижу вообще препятствий для назначения любого нормального человека на ту или иную должность. Назначение исполняющим обязанности, которое состоялось 3 октября, это обычная процедура после прохождения целого ряда комиссий, на тот момент общественных, различных организаций, которые проводили собеседование перед тем, как назначать. И это дает нам возможность говорить о чем и право, что это мнение не одного человека, а мнение достаточно большого количества людей. И если вы столь точно знаете эту информацию, то, наверное, не секрет, что депутатский корпус тогда проголосовал практически единогласно. Два человека возражались, не было ни одного человека против. Вы помните многообразие политических взглядов и партий в том составе областного совета. Думать, что все заангажированы моей фамилией, моей персоной, наверное, это несколько фантастически. Поэтому я не думаю о том, что сегодня или вчера кто-то может быть сверхсимпатиком или сверхнегативно относиться ко мне или к любому другому человеку. Я задал этот вопрос, потому что сейчас ваши оппоненты в СМИ поднимают такую тему, что ваше нынешнее нахождение на должности, оно находится под протекцией главы Запорожской администрации Константина Брыля и Григория Самардака. Вот вы можете рассказать о том, при каких обстоятельствах вы познакомились с Амардаком, а потом с Константином Ивановичем Брыля? Как любой другой руководитель, это исключительно рабочие отношения. И я никакой вам тут изюминки не добавлю в части знакомства. Это работа. Хотя бы когда это произошло? Ну, я даты такие не запоминаю, мне сложно сказать. Год 2-3 назад. Ну, наверное, Григория Викторовича я знаю давно, а Константин Ивановича, мы познакомились, как он был еще первым заместителем губернатора, а потом уже был назначен на должность губернатора. Я чего-то такого эксклюзивного в этом не вижу на самом деле. Вы понимаете, областная клиническая больница – это главное медицинское учреждение города. Ежедневно здесь происходит… Области, извините, да, региона. И каждый день здесь происходят огромные события лечебного, диагностического характера. Ставятся перед нами большие задачи. Плюс областная клиническая больница длительное время уже является распорядителем средств по приобретению инсулинов, препаратов гемодиализа для всей области. И это сопряжено с большой нагрузкой на весь управленческий аппарат, на тот персонал, который этим занимается. А, соответственно, и возникают задачи, возникает огромная ответственность, которая требует самой разной координации. Поэтому я нахожусь действительно в постоянном контакте с руководителями как области, так и руководителями профильных департаментов, областного совета и обладминистрации. И так было всегда. Да, это не есть сегодня какая-то изюминка. Не совсем всегда. Вот один из руководителей области, в частности Баранов, о котором мы вспоминали, он был категорически против вашего назначения. Я, знаете, не считаю нужным обсуждать мнение Баранова в отношении своей персоны. У меня не было в жизни точек соприкосновения с господином Барановым, чтобы сейчас я придавал этому какое-то значение. Просто это говорит о том, что с какими-то представителями власти вы находите общий язык, а с какими-то нет. Вот сейчас с Амардаком и Брулем у вас хорошие отношения. У нас рабочие отношения. Я подчеркиваю, у нас нормальные рабочие отношения, какие должны быть у каждого нормального руководителя крупного учреждения с его руководством непосредственным. Ничего удивительного, подчеркиваю, я в этом не вижу. Мы с момента моего назначения, насколько вы помните эту хронологию, я даже никогда под таким углом не смотрел на этот вопрос, я, собственно говоря, практически не находился под, условно говоря, руководством Баранова как губернатора. Вспомните, когда... Вы же областного совета в очереди не в конце концов. Ну, в конце концов, да, мы областного совета, поэтому говорить о том, что там складывались или не складывались отношения, мы же не говорим об отношениях неофициальных, мы говорим о рабочих нормальных отношениях, которые должны быть. Но неофициальные отношения тоже всегда присутствуют? Ну, жизнь, наверное, как у вас, присутствующих здесь. Нет, ну, моя жизнь, наверное, меньше интересует и мои неофициальные отношения, кого бы это любило, чем ваше. Потому что если у вас, кроме рабочих отношений, есть какие-то еще другие отношения с представителями областного совета, областной администрации, это немножко другой успех, согласитесь? Наверное, да, вы правы. Так они есть или нет? Я подчеркиваю, что у нас рабочие и деловые отношения, точка. Понятно. По поводу вот этих вот всех взаимоотношений, вот депутат Кривохатько заявил о том, что Константин Брыль лично ему позвонил, когда он находился в Верховной Раде и собирал подписи на депутатские подания с просьбой организовать проверку, заинтересоваться воню вплотную и так далее. Вот это все было в рамках рабочих отношений? Я не знаю об этом. Вы знаете об этом звонке? Нет. Я от вас впервые слышу. Я не смотрел. А то, что Константин Брыль ездил в прокуратуру по делу? Прочитал в СМИ. Вы тоже этого не знаете? Да. Знаю, прочитал в СМИ. Вы узнали тоже из СМИ после того, как все это совершили. Но давайте по поводу этого ангиографа поговорим. Вот насколько я понимаю, те экспертизы, которые вы опубликовали на нескольких сайтах одновременно, мы дали ссылки, они были сделаны по фактическим документам. То есть эти эксперты, непосредственно сам ангиограф, они не осматривали? Абсолютно не так. А как? У вас есть возможность убедиться в этом. И беря любую экспертизу, вы увидите, что, не знаю откуда у вас такое мнение, оно не сложным. Экспертиза такими серьезными учреждениями, их у нас три в стране. Это Днепропетровский, Киевский и Харьковский институты судебных экспертиз. В данном случае первая экспертиза киевская проводилась по нашей инициативе. И мы вам предоставим полный текст документа, с которого вы сможете посмотреть, как вообще в принципе процедура проведения этой экспертизы. У нас она даже проводилась несколько в беспрецедентном виде. Мы обращались к спецпредставителю Тошибы и просили нам раскрыть до установки аппарата вакуумные упаковки. Чего не разрешили и не стали делать в конце декабря месяца. В Днепропетровске на таможне не стали рисковать делать сотрудники СБУ. Открыли только деревянные, картонные, дошли до вакуумных и дальше не стали трогать. Здесь мы настояли на этом, потому что как раз в противном случае экспертиза была бы неполной. Дело в том, что люди, проводящие экспертизу, это достаточно авторитетные эксперты, несущие за это непосредственно ответственность. Это как бы любому человеку понятно. Поэтому это был выезд на место сюда экспертной группы. Это сопровождалось целым перечнем требований к нам. Экспертная группа от какого учреждения? От киевского научно-исследовательского. Потом мы же в Днепропетровске не мы инициировали, а уже сам поставщик и просили нас также предоставить доступ. Причем доступ предоставлялся с представителем Тошибы, с представителем поставщика, с представителем наших людей. Для того, чтобы избежать потом в последующем, не дай бог, претензий к кому-то, что где-то какая-то коробка повреждена или упаковка или что-то еще. Производилось вскрытие тех видов упаковки, которые необходимы для того, чтобы видеть определенные серийные номера. То есть это уже технология, я для этого, собственно говоря, и давал вчера ссылки на документы. Вам приготовил все документы для того, чтобы вы воочию сами убедились в какой-то процесс. То есть это длительный процесс, где эксперты изучают все агрегаты необходимые, все маркировки и все, что дает им возможность в последующем утверждать после такого осмотра, после фотографии, все это сопровождается фотофиксацией, что этот аппарат новый, он не поврежден, он соответствующий годы выпуска и самое главное соответствует сертификату происхождения. Потом, последствием каких-то специальных методик, я уже не специалист, они делают исследования и выводы свои о цене этого аппарата и о соответствии этой цены рыночной в сравнении с той, по которой проводилась закупка. Поэтому здесь, в общем-то, я слышал эти утверждения, к большому моему сожалению, я их слышал от очень авторитетных правоохранительных органов. Меня это очень удивляло, когда мы отправляем документ, просим приобщить к делу, его никто не читает, а после этого говорят о том, что эксперты не приезжали. Но это уже до смешного доходит и самое интересное, что такую точку зрения передавали непосредственно в Главное следственное управление в Киеве. Оттуда уполномоченные лица приезжали в институт и это все перепроверяли. Это какой-то непрофессионализм правоохранителей или чья-то злая воля? Я думаю, что второй. А чья? Не знаю. По сей день не знаю. Правоохранители, в принципе, они выполняли чьи-то указания. Я не могу этого сказать. Я могу только догадываться. И, в общем-то, знаете, как обычный человек, переживая определенные эмоции, видя то, как переживают люди, вовлеченные в этот процесс, имея вот такие документы, которые несложно оценить, почитать, понять, в чем их суть, и видя параллельно, что происходит, безусловно, у тебя возникает первое недоумение, где-то раздражение, где-то, конечно же, мысли о том, почему кому это нужно. Игорь Васильевич, ну это наталкивает на следующую мысль, что если этим занимаются киевские даже правоохранители, да, то, наверное... Я рад, что уже киевские. Да, наверное, можно предположить, что должность главврача областной больницы, ее согласование происходит не только в Запорожье, и где-то там тоже. Ну, вы, наверное, имеете неофициальный какой-то аспект. Ну, конечно. Потому что официально нет. Официально такого нет. У нас не утверждают. Ну, вот факты говорят о чем? Вы сначала утверждаете. Ну, факты говорят о заинтересовании. Мы сопираемся на ваши слова. Вы говорите о том, что, возможно, действия правоохранителей были вызваны не только их непрофессионализмами, не столько их... Я не сказал не только. А, возможно, они выполняли чье-то указание. Вы этого не исключаете, по крайней мере. Я не исключаю. Вы не исключаете. Ну, если правоохранителям дают только указание, но это же не на уровне запорожского выступления. Понятия не имею. Я очень аккуратен буду в комментариях в отношении правоохранительных органов, потому что я не обобщаю ни в коей мере все правоохранительные органы, не обобщаю все службы. И в каждой конкретной службе, безусловно, я не могу обобщить всех людей. Это было бы глупо, некорректно с моей стороны. Тем не менее, подчеркиваю, не как главный врач, а как обычный человек, на которого в определенный промежуток времени концентрировано сваливается такая психоэмоциональная нагрузка, я пытаюсь думать и понять, почему это происходит. Вот не более того. Поэтому я ни разу не сказал, что это были непрофессиональные действия. Нет, мое право думать и предполагать все, что угодно, как нормального человека. Просто тогда можно было бы спросить, а вот в ситуации с вашим назначением тогда, в 2014 году, возможно, тоже откуда-то из Киева кто-то, что повлиял на это назначение. Ну, такая должность не может обойти вниманием людей, которые руководят медициной только в области. Наверняка и в министерстве, и в прочих ведомствах все это известно, согласовываются, подписываются и так далее. А потом уже вымасываются на решение Руслова Совета. Ну, вы имеете в виду неофициально? Да. Ну, нет, такого раньше не было. Такого нет. Когда вы последний раз были в Киеве? Вот на коллегии. На коллегии. Эпизод, когда вам пытались учить пидозру, а вы были в это время в командировке в Киеве. Прокомментируйте, пожалуйста. Это вы имеете в виду события мая, да? Ну, да. Наверное. Я скажу вам то, что есть по факту. Я не знаю, как назвать попытку вручения пидозры, которые до сих пор такие... Вы ее получили или нет? Нет, вот сегодня с вами июль на дворе. Вы вот сами просто потом думайте, анализируйте, да? То есть меня отправляют в командировку в антимонопольный комитет официально по приказу начальника департамента. Я не успеваю в Киев доехать, а уже здесь разворачивается какое-то непонятное такое действие, когда приходят в 7.55 в больницу, начинают вручать повестки, причем день в день, что противозаконно, и наш юрист пытается объяснить, что не нужно корроризировать так сотрудников, всем сотрудникам канцелярии, начальнику отдела кадров, секретарю, несмотря на предоставленный приказ начальника департамента и приказ по больнице. Ну, то есть вас искали там, где вас не могло быть? Меня искали, зная точно, что я нахожусь в Киеве в антимонопольном комитете. Понимаете, вот это тоже, вот такие моменты, они, может быть, маленькие штрихи, но они вызывают просто, остановлюсь на одной формулировке, удивление. Зачем-то приходили ко мне домой, зачем-то... А куда к вам домой? В улице Орисовской опять. Зачем-то 30 минут держали мою супругу с годовалым ребенком в подъезде, не давая ни выйти, ни зайти в квартиру. По некоторым данным, вы с супругой в разводе, вот так, по крайней мере. Буду знать, слава богу, да. Откуда, по каким данным, вы для меня многое откроетесь. Но мы можем же тут все слухи как бы развеять. Да, пожалуйста. Все возможности для этого есть. Особенно о плане вашего имущества, например. У вас, вот я не смог, может быть, из-за своего уже непрофессионализма, обнаружить вашу декларацию. Она существует где-то? О чем вы говорите? Если бы не была декларация, я бы был давно наказан. Моя декларация находится в управлении коммунальной собственности областного совета. И с этим все строго. Можете раскрыть там цифры, имущества, что там, автономия, зарплата за прошлый год? Ну, вы же должны помнить. Так я вам скажу, ну, месяц зарплата главного врача грязная. Мне около пяти тысяч с копейками. То есть это не есть для кого-то секрет. И недвижимость? Нет, недвижимость есть квартира совместно с супругой по улице Сотова, 19, квартира 11. А автомобиля? Автомобиля личного нет. Вы служебный поль? Я пользуюсь служебным. Но живете вы на Рижской? Я живу на Рижской, да, это квартира супруга. Понятно. Хорошо, спасибо. Просто... Другого ничего нет. Это же тоже отражается, кстати, в декларации. Это невозможно, ну, по большому счету, было бы огромной глупостью с моей стороны то, о чем мы сейчас говорим, каким-то образом пытаться скрыть. Вот это что можно запросить. Да, это можно запросить. Вы можете, ну, если бы я, к примеру, знал, что вам нужна моя декларация, то, пожалуйста, я наравне с этими документами, уж такой документ, пожалуйста, берите копию, смотрите. Вот еще можем вернуться к ангиографу, да, мы так вот темы меняем. Да, я бы хотел... Ну, это чтобы вас запутать, на самом деле. Хорошо, спасибо большое. Но я бы хотел, чтобы мы по ангиографу тоже предметно поговорили. Да, ангиограф работает или не работает? Ангиограф работает, мы только сегодня... Ну, нас обязали каждый месяц сдавать данные по ангиографу, и мы это даем. Вот буквально недавно, в связи с чем-то, может быть, обращением, было терминово-звернено начальника департамента, и мы давали вот всю статистику за это время. Там свыше 200 исследований уже проведено, свыше 40 стантирований сосудов. Безусловно, на этом ангиографе проведено около 200 исследований. Больше 200 исследований. Он работает. Вы понимаете, новое оборудование, это тяжелая медицинская техника. Она проходит сложный период. Даже сам факт выгрузки 22 тонн оборудования, это такой серьезный вопрос. И у нас очень сильно, у нас там большого женского персонала, которые за это отвечают, очень волновались, когда это все делали. Да, благо дело, что была специальная комиссия, вы читали, да, которые мои инициативы были созданы, и представитель СБУ приглашен был официально, и все остальные. И они там на морозе 5 часов выгружали, это все для того, чтобы убедиться, что все пришло. Потом, есть этап монтажа и установки. Был сложнейший этап подготовки помещения. Тошиба решила перестраховаться, выставила нам условия, когда мы... Захотите, я вам покажу. Мы можем потом поснимать, Ангел Горгий. Конечно, конечно. Вот Матирухин утверждает, что в день торжественного открытия это было в середине июня, по-моему, что вот он тогда еще нет. Вы знаете, ну, я вот... Мне сложно комментировать вот такие вещи. Почему? Можно сказать, он работал в день открытия или не работал? Да, он работал. Я специально для вас приготовил в день открытия комментарий Аркадия Николаевича. Он там говорит, что это большой, дорогой, ценный и нужный апартамент. Да, понимаете? Но самый для меня удивительный факт был, когда у нас была здесь комиссия выездная депутация по здравоохранению, у нас был ряд запросов по потребности учреждения, и они сделали такой пилотный проект, на мой взгляд, очень рациональный, когда они приехали на место, и по каждой позиции, к которой нам необходимы были средства дополнительные, они заслушивали заведующих отделений, заслушивали главного врача и смотрели все, соответствует ли это действительности, насколько актуально, и мы пошли туда на ангиографию. Вот тогда впервые Аркадий Николаевич высказал для всех такую шокирующую новость и удивительную, что, оказывается, это не совсем тот аппарат, который нужен. Он еще говорил, например, что на самом деле в областной больнице был уже подобный аппарат, в котором требовалось только заменить некую деталь, и получили бы то же самое, что и сейчас с этим. Я вам его могу показать. Вы знаете, скажите, можем ли мы утверждать, что оборудование 91-го года выпуска такое же по своим технологическим характеристикам, как оборудование 2015-го, когда мы говорим исключительно о японской технике. Этот аппарат, который у нас есть, который областная больница потратила на него 200, там, с чем-то тысяч для такого ремонта удерживающего, потому что аппарат изношен там вообще до предела, и сегодня требуется где-то порядка 2 миллионов для того, чтобы поменять трубку, и неизвестно, что сломается дальше, 91-го года выпуска. Аппарат этот Запорожской медицинской академии, а не областной больницы, он в виду, понятно, что это не предмет, который можно перенести, стационарно монтирован, как и многие другие ресурсы, которыми мы пользуемся совместно с университетами, академией. Ну, как можно прокомментировать, да, что такая серьезная техника, она одинаковая. Вы знаете, на самом деле это уникальное было событие, уникальное решение приобрести такое оборудование. А чья идея была приобрести такое оборудование? Именно вот то, что было. Именно ангиограф? Да. Вы знаете, среди всего тяжелого оборудования, которое можно и нужно было покупать, ангиограф был, безусловно, на первом месте ввиду его функционального предназначения. Ведь самая высокая смертность у нас в регионе, да и в стране, собственно говоря, от сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых нарушений. Кто был инициатором этой закупки? В каком плане? Так это... Ну, это же не так происходит, что... Ну, вы понимаете, если полгода областная больница, а параллельно ломается ангиограф, ну, такой передвижной небольшой мощности в кардиодиспансере, и мы получаем ситуацию, когда невозможно провести ни одного исследования и ни одной лечебной процедуры в регионе, то это актуализирует проблему абсолютно для всех. Игорь Васильевич, это же... Ну, как это происходит в обывательском понимании, да? То есть есть необходимость в закупке оборудования. Для этого нужно выделить, соответственно, бюджетные деньги. Эти бюджетные деньги нужно получить там или в виде субвенций, или выделить из областного бюджета и так далее. Это должно обсуждаться среди депутатов. Кто-то должен в облсовете это поддержать. Потом подается там инициатива от больницы, как какая-то документальная, и потом происходит тендер и так далее. Чуть-чуть не так. Ведь на уровне областного совета или там обл администрации не может возникать эта инициатива, потому что, ну, она должна исходить из потребителей и пользователей этого оборудования. Безусловно, любое учреждение, как и мы, пишем многочисленные письма о наших потребностях. И это, безусловно, не только ангиограф. Ангиограф, ну... Одним из тех, кто наиболее тепло воспринял ваши потребности, был вот Григорий Викторович Самарда. Он выступал в облсовете, рассказывал, как это нужно. Вы знаете, я прошел практически все депутатские комиссии. Было принято, ну, такое впервые тоже решение, что для того, чтобы депутаты поняли, осознали, в чем важность этого оборудования. Потому что нужно оборудование, которое предупредит развитие инфарктов и инсультов, которое поможет спасти от таких мозговых катастроф, чтобы эти люди, принимающие решения, осознали, что никакое количество денег у каждого из них или у любого другого пациента не спасет их, и они не долетят, не доедут ни до соседней области, ни до аэропорта. Это предшествовала, безусловно, большая работа. Мне и другим людям приходилось выступать, отвечать на многочисленные вопросы на каждой депутатской комиссии, на каждой, не только на профильной. Это я впервые, я же сам был депутатом областного совета, такого ранее не было. Приходилось приходить, рассказывать, показывать, отвечать на многие разные вопросы, при этом не влияя на принятие решения, безусловно. Самартак помогал или нет? В этот момент нет. Нет, было просто элементарное понимание на тот момент руководства облсовета, а на самом деле все понимали, что все должны объективно оценить эту потребность. Поэтому это презентовалось людям для того, чтобы каждый понимал. Знаете, было проще, так скажу, не называя фамилии, в тех комиссиях, где люди уже прошли эти катастрофы в жизни, с хорошим или плохим сходом, и они сразу объясняли на своем языке коллегам, что это такое, что такое золотой час, как на самом деле может круто измениться жизнь или не измениться в принципе. После этого у людей возникало понимание. Потому что каким бы доступным языком я не пытался объяснять, все равно существует медицинская терминология. И иногда сложно это понимать. Но когда вы говорите о том, что новорожденному ребенку не нужно вскрывать грудную клетку для того, чтобы устранить дефект межзлодочковой перегородки в сердце, а только через сосудистый доступ, благодаря тому оборудованию заходят специальные катетеры и выполняется эта операция, обывателю становится все понятно. Интересует стоимость операции на ангиографии. Вот одно дело там исследоваться, где там операция бесплатна, а какие это препараты, обслуживание? Смотрите, ну давайте будем говорить так, как есть. На сегодняшний день обслуживание это не есть вопросом или предметом для оплаты или какой-то финансовой составляющей. Да, безусловно, есть расходные материалы, как для исследования, так и операции. Их пациент покупает. Если пациент не попадает под программу, а сегодня этого практически нет, потому что уже несколько лет к ряду очень эффективно работает программа «Навстречу людям», и потом в каком-то году была принята дополнительная программа по сердечно-сосудистым заболеваниям. Я спрашивал о другом. Вот если у меня сейчас, не дай бог, произойдет какое-то заболевание сердечно-сосудистое, мне понадобится ангиограф, сколько мне придется потратить? Я не попадаю под программу, я уверен. Почему не попадаю? Я не знаю. Навряд ли, наверное. Ну, вы можете не попасть под программу, если, будучи молодым человеком, вам нужен будет какой-то эксклюзивный стенд с каким-то там очень дорогим покрытием, но вам всегда предложат альтернативу, то, что есть сегодня у нас, и нет такого, чтобы мы кому-то отказывали. Так я ни копейки не потрачу, получается? Я думаю, вы потратите на те медикаменты, которых не будет в больнице. Вот все, кто будут смотреть это интервью, потом в записи могут убедиться в том, что если, не дай бог, с ними что-то случится и понадобится ангиограф, то они оплатят только то, чего нет в областной больнице. Ну, я подтверждаю это абсолютно и несу за это ответственность, безусловно. Вот. По поводу ангиографа и, насколько я понимаю, еще одного разбирательства уголовного у вас в начале года проводились обыски. Нет, проводились по праву, проводились только в отношении ангиографа. Только в отношении ангиографа. Тогда у вас в кабинете изъяли большие суммы денег. Вот вы можете рассказать, что это за деньги? Да, я могу сказать. Около трех тысяч долларов и там более ста тысяч гривен. Не более, а сто тысяч гривен и три тысячи долларов было изъято. Это были личные деньги, которые, ну, в общем-то, дальше не нужно ничего комментировать. Все расставил на свои места суд, как районный, так он признал незаконным изъятие всех вещей, которые изымались в кабинете главного врача. Это произведено было с грубейшими нарушениями. И первая инстанция, и апелляционная инстанция обязали правоохранителей немедленно все вернуть. К сожалению, не сразу это произошло. Мы прошли через определенные тернии в этом вопросе. Но, тем не менее, да, это было. Не посчитайте некорректно, как Игорь Узилищ, у вас с зарплатой 5 тысяч гривен главного врача вот такие сбережения на работе не хранят. Есть определенные обстоятельства. Это не хранение. Есть определенные обстоятельства, и они были. Поэтому я здесь не буду, в общем-то, расшифровывать это все. Я не говорю, что это сбережения. Я не могу говорить, что это не мои личные средства, потому что, безусловно... Это были ваши средства, но это не были сбережения. Вот. Это не были сбережения, это были другие средства. Понятно. То, чем СБУ занимается в плане закупки автомобилей скорой помощи. Вот тоже там публиковали в СМИ документы, вот непосредственно тексты и дозры. Там, среди прочего, указывалось обстоятельство вашего совмещения в некотором периоде должностей, когда вы формально стажировались на должность заместителя губернатора, заместителя главы ОГА, и еще находились, и еще продолжали руководить областной больницей. И, согласно этим документам, у вас тогда возник замысел о закупке вот этих вот автомобилей с помощью... Замысел. Замысел, да, там эта формулировка так присутствует. Благодаря чему вы незаконно обогатились и так далее. Это вызывает у меня только улыбку. Почему? Я вас удивлю, потому что, во-первых, я не читал текст. Да, не читаю. Ну да, вы же не получили этот замысел. Ну, он был опубликован в интернете. Все, кто только хотел и не хотел, его почитали. И не только в рамках региона, да. Потому что многие звонили там, спрашивали, высказывали свое мнение по этому поводу. Я не читал принципиально. Ничего необходимым это делать, а именно в интернете. Говорить о совмещении должности главного врача и стажера на должность заместителя губернатора, ну, по меньшей мере, непрофессионально. Это бы не было допущено ни отделом кадров больницы, ни уж поверьте, тем более той спецпроверки, которая сопровождает стажировку. Это априори невозможно. Невозможно совмещать должность главного врача и стажера на должность. Безусловно, если вы не проходите стажировку, вы возвращаетесь на свое прежнее место, или ЗОТ это предполагает. В отношении замысла, ну, сейчас я подберу слова, как это правильно прокомментировать, потому что покупка машин ведь производилась не для областной клинической больницы. Машины приобретались, и это была целевая особенность, которая выделялась, в общем-то, в каждом регионе. В каждом регионе в тот момент покупались машины. Не знаю, получается, у каждого человека в регионе должен был найтись в каждом регионе человек, у которого возник замыслы купить машину. Ровно как и школьные автобусы, ровно как и учебники, там еще другое оборудование. Нет, одно дело купить, а другое дело, как купить. Вот там это имело себя. Вы знаете, вот как купить, это уже такие процессуальные вещи, которые, наверное, неправильно будет с моей точки зрения комментировать, я не даю комментариев тем людям, которые это писали и как они это излагали. Я думаю, что последующие процессуальные действия, которые будут, безусловно, потому что они не могут завершиться, это уже вызывает просто такое нервное перенапряжение, потому что это же длится с 13-го года, чтобы вы просто понимали, да, это длится с 13-го года и сопровождается вот перманентными такими всплесками в какие-то странные периоды времени. Как-то в момент, вы не сказали, назначение меня на должность главного врача, тогда был всплеск, потом было полное затища и так далее, и так далее. Поэтому последующие процессуальные действия компетентных людей расставившись в точке на свои места. Я в этом нисколько не сомневаюсь. А вы со своей стороны, кстати, обращались в суды, принимали какие-то действия для того, чтобы вы, вот из ваших слов следует, чтобы вы уже буквально моральный ущерб начинаете нести из-за, испытывать из-за происходящих этих событий. Я давным-давно его несу на самом деле, и я думаю, что ничего тут удивительного в этом нет. Если к вам приходят с обыском в кабинет, приходят с обыском домой, приходят к твоим сотрудникам, потом, когда тебя привозят принудительно на допрос, а ты не можешь понять, почему это происходит. Когда заходят на оперативное совещание, где 40 дежурных врачей сидит и дожидается специально, когда мой зам зайдет, видя его и идя с ним вместе от кабинета до четвертого этажа, и потом прилюдно его увозят, и они называют они что, как психоэмоциональное давление, иррациональное, никакой объективностью здесь не пахнет. А когда мы обращаемся с просьбой «покажите причину такого поведения», то в итоге после наших жалоб следователь, который это делал и вводил в заблуждение суд, был отстранен от этого дела. Не буду называть его фамилию, пусть это все останется на его совести. Понимаете, что касательно морального ущерба или неморального, ну да, он есть, а куда ему деться? Я же не железный, чтобы и семья моя, и сотрудники, и близкие люди, безусловно, это тоже… Кстати, сотрудники больницы не говорят, что вы склонны к авторитарному стилю управления. Вот железный главврач наводит железной рукой железные порядки. Например, люди выходили, когда решался вопрос о снятии тяглого, ну и все ожидали, что если снимут тяглого, то вот обязательно вы станете главврачом, и так он и получил. Вот тогда люди из больницы в белых халатах выходили на митинге, присутствовали на сессиях областного совета, говорят, только вишишка, а то он на всех съест. И что съел? Не знаю, Матерухин уволен. По Матерухину отдельно поговорим, да. Я нахожусь здесь на должности с 2014 года, да, и ни в первую каденцию, ни во вторую никого не съел. Мое отношение к производственной дисциплине такое, какое оно есть. Я думаю, что сложно предположить, что нельзя быть строгим руководителем в учреждении, где каждый день находится 800 пациентов. Ежедневно от 60 до 100 пациентов выписывается и поступает, где работает только твоих сотрудников почти 2000 человек, размещенных на 14 гектарах территории. Это огромное хозяйство. Предположить, что здесь спокойный, расслабленный стиль управления приведет к результатам, сложно. Вместе с тем, ни один адекватный человек вам не приведет конкретный пример вот этой там железности или жесткости. Я второе вам, что очень важно скажу, да, те люди, которые выходили на митинги и другие какие-то мероприятия по высказыванию своего мнения. Я подчеркиваю, у нас 2000 человек, а выходили сотрудники систематически только пяти отделений. У нас 52 отделения. Я не думаю, что пять заведующих и сотрудники только пяти отделений имеют моральное право выражать мнение всего коллектива. Ну, по крайней мере части коллектива. Пять отделений это, наверное, тоже немало. Да, безусловно, но мы понимаем кто и почему, да. Мы нет. Ну, а мы понимаем, потому что это... Вы знаете, я не хотел бы сейчас в это вдаваться. Я скажу только, что ни один сотрудник, выходивший тогда на эти митинги, даже, как оказалось, уезжавший на длительное время с работы без единого документа в отделе кадров, не был уволен. И не был наказан. И ни с кого не взяла даже объяснительное. Я... То есть люди дальше могут ходить митинговать без соответствующих документов из отдела кадров и их не уволен? Нет, нет, не могут. Но на тот момент их не было, в общем-то, предъявлено им требование ответственности, потому что, я думаю, я так думаю, что это истолковано было бы как реваншизм какой-то, может быть, или какие-то репрессии. И мне прямо на комиссиях во время прохождения многочисленных комиссий перед утверждением прямо задавался вопрос, а иногда даже это было некое требование дать слово, что ни один человек из тех, кто таким образом проявлял свои эмоции или мнения об отношении у меня не будет уволен. Так и есть на сегодняшний вопрос. Ну, это великодушно и деликатно с вашей стороны. Ну, я не знаю. Сидите сами. Это есть на самом деле. И поэтому у меня могут быть претензии к любому человеку в этой больнице, прежде всего к самому себе, если это будет мешать процессу и будет влиять на качество той работы, которая выполняется. Поэтому здесь нет любимчиков или нелюбимых. Вот вы упомянули о том, что периодически возникают некие всплески вокруг вашей персоны. Вот тогда сейчас, я понимаю, что вы воздерживаетесь от любых неофициальных аргументов, но на этот вопрос нельзя не ответить. С чем связан нынешний всплеск? Я отвечу. Ну, это можно по-другому, наверное, сформулировать, да, кто есть заказчиком, да, этого всего. Честно, абсолютно, искренне, глядя вам на глаза, отвечаю, я не знаю. Я вам просто говорю, я не знаю. Я могу догадываться, могу делать предположения. Если бы я был уверен хоть в одном на 95%, да, я бы, наверное, рискнул вам даже связать. Есть кто-то, в ком вы уверены меньше, чем на 95%? Что это, этот человек является заказчиком или группа людей. Да, я думаю, что... А на сколько процентов вы уверены, что нет? Ну, сложно. Для меня, когда я называю цифры, это всегда такой ответственный момент. Тем более, когда речь идет о вероятности. Ну, у вас там один подозреваемый, два подозреваемых. У меня нет вообще никаких подозреваемых. Я просто начинаю уставать от общения с руководителем. Вот, тем более, что добиться информации о том, кто, кто, кто за этим стоит, ну, практически невозможно. Ну, я думаю, что вы же не только за этими вопросами приехали. Я не знаю, честно не знаю. Тогда еще такой вопрос по поводу... Ну, вот, ваше понимание, вы же не можете, наверное, отрицать того, что эта должность вокруг нее, должность главврача областной больницы, вокруг нее всегда много политики. Вот, вмешиваются и депутаты, и какие-то партии, и так далее, и так далее. Да. Вот, последнее событие – это яркое выступление народного депутата в фракции блока Петра Порошенко Вадима Кривохатько. Вот. И в СМИ возникает недоумение, почему Кривохатько обвиняет вас, ну, даже не столько вас, сколько Константина Брыля, будучи депутатом президентской фракции, обвиняет человек, который лично президент назначен. Вот. Так вы хотите, чтобы я это прокомментировал? Да, я хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Ну, политический аспект, наверное, я точно не буду комментировать. А в личных отношениях Константина Ивановича и Вадима Кривохатько я не знаю. Хорошие, они нейтральные. Нет, ну, они явно не нейтральны. Да, ну, как показывают последние события, явно не нейтральны. Природу такого отношения, наверное, не мне не судить. Вы задаете явно немножко вопрос не по адресу. Наверное, нужно спросить у Кривохатько, чем его не устраивает. Мы его Кривохатько спросим обязательно. А вы с Батом вообще с Кривохатько? Да, мы знакомы. А как давно познакомились? Вы знаете, я еще был заведующим отделением в клинике ортопедии спортивной травмы и участвовал в операции Вадима Викторовича и на протяжении длительного времени, то есть это было еще... А, то есть вы его оперировали? Нет, его оперировал профессор, покойный профессор. Я был лечащим, причем я знаю давно... Вы лечились, причем? Да, я был очень давно знаком с Вадимом Викторовичем. Я вам больше скажу, я пытался лично у него выяснить, и коль вы его будете спрашивать, он, наверное, подтвердит это. Я пару раз ему звонил и просил о встрече, потому что для меня любой другой, наверное, ну не любой, но другой какой-то человек, попытавшийся вот таким образом атаковать меня вызвал бы меньшее удивление, нежели Вадим Викторович, потому что мы с ним общались уже в бытность, когда он стал народным депутатом, он достаточно много обращался в областную клиническую больницу, как мне говорят, якобы, что, опять же, это не подтвержденно, потому что я не смог у него получить этот комментарий, он обращался часто в отношениях своих избирателей с разных районов своего округа для того, чтобы мы на бюджетной основе оказывали консультативную, диагностическую и лечебную помощь. И вот была некая пациентка, его избиратель, и в последнее время это было достаточно интенсивно, но когда мы говорим о таких социально значимых вещах и финансово емких, да, как использование дорогостоящих расходных материалов, и в данном случае там речь шла об эндопротезировании, то есть замене тазобедренного сустава, пациентка вот обратилась и хотела сию секунду получить это при наличии очереди почти 300 человек, да. Я понимаю, что я говорю на камеру, да, но мы попросили ее хотя бы немножко подождать, потому что другие люди, которые находятся в очереди и ждут поставки эндопротезов, ждут элементарной операции, проходят обследование, они ничем от нее не отличаются, лишь тем, что за них не попросил народный депутат, и не важно, как его фамилия, да, ну, все они люди, они все одинаковые, они все нуждаются в бюджетном протезировании, и мы его можем предоставить. Вот была волна недовольства на тот момент, и вот самой пациентки, она... А как давно это примерно? Месяц, два, как в этом году, в прошлом? Нет, 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 это где-то полгода, где-то полгода. Осенью, зимой, зимой. Ну вот да, где-то, вот я боюсь ошибиться, но это точно не месяц, а не два. Мы просили нормально, корректно, я вам честно скажу, да, хотя это не в мою пользу, эта пациентка была бы прооперирована вне очереди, но нельзя такой натиск совершать на принятие на методики. Игорь Васильевич, я правильно понял, что у вас были нормальные отношения с Вадимом Кривохальдко, потом он попросил за... Он просил за многих людей, в которой создалась ситуация, когда вы не смогли поспособствовать или... Мы готовы были поспособствовать, но надо было хотя бы... Но надо было хотя бы... И после этого у вас испортились отношения. Но при этом мне никто претензий не высказал, мы потом уже узнали, мы потом спустя вот это время, когда началась вот эта ситуация, как нормальные люди начали выяснять, где хоть есть какая-то заноза, которая могла бы вызвать недовольство, и уже когда пошли к нам многочисленные письма, которые спускались вниз, требовали наших объяснений, там уже была фамилия Кривохальдко, тогда у меня возник элементарный... Ну и потом, когда я узнал вот то, о чем были, в самом начале говорили о собирании подписей, потому что я не знал онлайн тогда, когда это происходило, я узнал гораздо позже, через большой промежуток времени, я посчитал правильным, как человеку, как мужчине, перезвонить и спросить, скажите мне в лицо, глядя мне в глаза, что собственно говоря не так? А это пациентка, это чиновник, бизнесмен? Да нет, 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 я помню, что это женщина, я не помню фамилии, если это принципиально можно найти, я знаю, что она была потом прооперирована в 5-й горбольнице, в 5-й горбольнице ее оперировал профессор Ивченко, он мне просто сообщил о том, что мы прооперировали пациентку Криво-Хатька. Я только вот это узнал уже, знаете, в таких обычных профессиональных разговорах о нашей работе, но я буду очень удивлен, если это стало предметом или камнем преткновения, для меня будет это огромным удивлением. других негативных точек соприкосновения, если это можно назвать негативно, наверное, я не вспомню, не найду, но я же предполагаю, что, наверное, что-то же вызвало такую реакцию и поэтому я настоятельно хотел поговорить с человеком, но мне было отказ. А, мне было так, мне было сказано, что сейчас я не могу, я вам перезвоню. Личных встреч после этого у вас не происходило? Нет, это происходило, там, в аэропорту, например, да, человек делал вид, что он меня не видит и не здоровается. Ага, понял. Ну, вот на этом же эта история не закончится, еще выйдет интервью, начнутся, наверное, все это будет продолжаться. А можно ли ожидать того, что появятся народные депутаты, которые выступят на вашей стороне? Я не знаю, я не задавался такой целью. А что значит на моей стороне? Которые скажут, что в Запорожье несправедливо обвиняется в коррупции заслуженный врач Украины и так далее. Мы, как народные депутаты, требуем объективного расследования. А вправе ли вообще кто-то вбешиваться, давать оценки подобных вещей? А вот глава запорожской администрации Константин Брайль не скрывает того, что он ездит и требует объективность. Так это же хорошо, если требуется объективность. И я надеюсь, что он будет… Да, мы все понимаем, что стоит за словами «требую объективность». Это ж палка двух конца. Я не комментирую выражение ни Константина Ивановича, ни в коем случае, ни других людей. Я вам говорю то, что я знаю. Я вам высказываю свое мнение, как я это вижу, как я понимаю. Но, наверное, я буду некорректен по отношению к любому человеку, о котором вы меня спрашиваете. Если я буду комментировать слова, тем более я не уверен точно, что так это звучит. Вы говорите только то, на чем уверены на 100%. Я стараюсь, во всяком случае. А за кривогаткой кто-то стоит или нет? В каком плане? Ну, это его личная инициатива начать такую… Как вы выразились всплески? Или вот кто-то ему… Так я же вам перед этим и сказал абсолютно то, что мог и не говорить. Но это ж могло быть просто поводом таким формальным, а на самом деле кто-то там… Какая-то чья-то злая воля, о которой вы сегодня тоже упоминали, могла вмешаться. Это вы так назвали, я только с вами согласился. Понятно. Это ваша формулировка. Давайте так завершим чем-то. Вы скажите какой-то прогноз вот на следующее происходящее. Ну и сделайте какое-то итоговое заявление. Это будет вот концом нашей беседы. Прогноз очень простой на самом деле. Нужно отделять здесь зерна от плевел для того, чтобы разобраться в истине. Рано или поздно все станет на своем состоянии. Многие меня там призывают вообще там судиться с разными людьми. Мы… у нас есть там пилотный проект с одним человеком. И мы выиграли все суды и показали всем, да, что это прецедентные моменты, когда непозволительно говорить нечестные вещи в сторону главного врача, а потом и коллектива больницы. И абсолютно мы беспроблемно прошли все суды и получили решение. Я думаю, что это будет наукой и для тех людей, кто об этом знает, и для того человека. Мы исповедуем правила, да, которые соответствуют там выражению великого политика, да, Черчилля, что если каждый раз останавливаться и бросать камень в тявку еще на тебя собаку, ты никогда не дойдешь до своей цели. Это так на самом деле, как бы может быть не обидно для кого-то было. Поэтому и в дальнейшем мы будем придерживаться этого правила. Вместе с тем я абсолютно искренне хочу поблагодарить вас за такую непростую и длительную беседу. Наверное, вы понимаете, что у меня было много интервью за две каденции, плюс за время работы заместителем губернатора. Но впервые у меня столь длительное интервью и впервые касающиеся, да, честно, ну да, честно и касающиеся таких тем, о которых я раньше не говорил. Поэтому я попытался быть искренним в той степени, в которой мне это удалось. Спасибо. Очень ясно просто послышать, спасибо и вам. А теперь пойдем поснимаем англограф, да? Пойдемте. В плане, наверное, единственное в программном... Программу провели и раздали, провели и раздали. Ну, дали нам... Подам документ, он вообще-то не был уволен за какое-то нарушение. Не каждый, не каждый день Евгений одевают бахилы. Заходите. Так выглядит 25 миллионов гривен, да? 24 с копейками. 24 с копейками миллионов гривен. Вот по утверждению главного врача Игоря Шишки, аппарат полностью функционален. Выполнено около 200 обследований из 43 операций уже. Есть там, да. Вот. И есть большие планы по поводу использования на всю катушку. Более эффективно, да. С большим КПД, с большей отдачей. Субтитры создавал DimaTorzok